Продолжение следует... ...к кубикам ППУ с той стороны ванны, где будет устанавливаться экран. Положите на дну ванны металлический каркас. Расположите каркас симметрично относительно продольной оси, и чтобы внутренние поперечные трубы каркаса не выходили за габариты подложки, утолчение на дне ванны, а отверстия для ножек не находились над кубиками ППУ в бортах ванны. Обращаем ваше внимание, что каркас является универсальным и устанавливается на ванны длиной 150, 160 и 170 сантиметров, и шириной 70 и 75 сантиметров. Для ванн 170 сантиметров он будет смещён в сторону слива. Возьмите из установочного комплекта саморезы 3х35 мм, и при помощи шуруповёрта прикрутите каркас в закладной элемент ванны через отверстия, расположенные на профиле каркаса. Соберите ножки, накрутив на шпильки, которые будут располагаться со стороны экрана, по три гайки и пластиковую ножку, на другие две шпильки по две гайки и ножку. Вставьте шпильку в отверстие, расположенную в углу каркаса. Накрутите на неё снизу ещё две гайки и металлическую стойку. Выровняйте по высоте экрана. Установите на две шпильки, расположенные со стороны экрана, угловые крепления для экрана и зафиксируйте их гайками. Соберите остальные ножки аналогично. Обращаем ваше внимание, что устанавливаемые металлические стойки не крепятся к ванне, а служат только для дополнительного упора в борт ванны. Переверните и выровняйте ванну по уровню. Установите экран на ванну. Зафиксируйте экран к ванне двумя саморезами, закрутив их через экран в угловые крепления. Установите на саморезы декоративные заглушки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова